Тем временем поток беженцев из Сирии в Европу не иссякает. Греческие журналисты публикуют фото с острова Лесбос, показывая гуманитарную трагедию, как они говорят, в другом, более человеческом измерении. На снимках сириец, который добрался до Греции по морю, держа у груди домашнего котенка. Не смог оставить любимое животное там, где война. Но растопить сердца всех европейцев такие фото не могут. С нашествием беженцев страны Старого Света просто не справляются и закрывают свои границы. Репортаж Дмитрия Сушина. С сегодняшнего утра Венгрия живет в новой реальности. Идущих по дороге беженцев не видно. Выцветшие на солнце палатки на обочинах постепенно исчезают. Но если подобраться ближе к сербской границе, видишь привычную картину. Несмотря на то, что граница закрыта уже почти целый день, беженцы продолжают пребывать старой дорогой. И упираются прямо в колючую проволоку в вагоны венгерских полицейских, которые просят их пройти 800 метров в транзитную зону. Там их будут регистрировать. Но беженцы не торопятся туда идти. Остановленные возле деревни рёски сирийские беженцы утверждают, что о новых порядках ничего не слышали. Они заметно раздражены тем, что в Венгрии им придется задержаться. И куда вы теперь пойдёте? Мы хотим в Германию. Куда же ещё? Венгры должны нам помогать. Они должны пропустить нас дальше. Ведь у нас женщины и дети. И мы не можем просто так развернуться назад. В транзитной зоне – один из лагерей, где беженцев принимают и оформляют им документы. Многие по дороге туда останавливаются у забора и высматривают лазейки. Но шансов никаких. За каждой группой следят военные и полиция. Идите дальше, ещё полкилометра. Там транзитная зона. Идите туда. В течение дня были задержаны около 60 человек. Они пытались перерезать забор или прорыть под ним ход. Их судьбу теперь будет решать венгерский суд. А в транзитной зоне к обеду скопились десятки тысяч людей. Побывавшие там сотрудники гуманитарных организаций утверждают, беженцев часами держат на жаре под палящим солнцем. Перед этими полицейскими находятся беженцы. Это одно из тех мест, куда их направляют со всего участка границы. Место неспокойное. Поэтому здесь так много спецназа. В воздухе полицейский дрон. И слышно, что беженцы чем-то недовольны. Они кричат. Но нас туда не пускают. В другой транзитной зоне, она в 30 километрах отсюда, беженцы по существу объявили голодовку, требуя, чтобы их без регистрации пропустили в Австрию. Я очень надеюсь, что венгры в конце концов откроют границу и пропустят беженцев. Если бы нас не гнали, мы бы никогда не покинули дом. Полицейские уверяют, бунта или того хуже прорыва транзитной зоны они не допустят. Но беженцы продолжают пребывать. И держать ситуацию под контролем становится все сложнее. Ближе к вечеру правительство Виктора Орбана объявило в двух пограничных районах чрезвычайное положение. Премьер-министр предупреждает, не каждому гарантирована дорога на Запад. Мы спросим у них, подавали ли они документы на статус беженца в Сербии. Если нет, а ведь Сербия – безопасная страна, они и у нас убежище не получат. Стало быть, их будут отправлять обратно в Сербию. К такому развитию событий в Белграде оказывается не готовы. Как Сербия собирается принимать высланных из Венгрии беженцев? Они не могут их просто так выслать обратно, без надлежащей процедуры и без нашего согласия. Сегодня появились сообщения о том, что беженцы будут пытаться проникнуть в Венгрию через Румынию и Хорватию. Венгры было предложили возвести стену и на румынской границе, но в Бухаресте эта идея не понравилась. Транзит через Хорватию и Румынию увеличивает путь на сотни километров, но бегущие от войны люди в своем отчаянии, похоже, готовы на все. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Григорий Емельянов. Первый канал. Венгрия. Рёске.